МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Константин Геннадьевич. Здравствуйте. Рад видеть вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о системе воинского учета граждан Республики Казахстан. Воинский учет – это система учета и анализа данных о призывниках, военнообязанных и мобилизационного ресурса, который может понадобиться вооруженным силам в случае непредвиденных обстоятельств. Как это все создается? В воинский учет начинается, первоначальная постановка – это приписка юношей 17-летнего возраста. В дальнейшем идет призыв. До 27 лет юноши подлежат призыву. После призыва в армию юноши становятся на учет, опять же, в управлении по делам обороны, и находятся в запасе до возраста до 50 сержантов и солдат, и 60 – это офицеры запаса. Скажите, пожалуйста, какое отношение к воинскому учету имеют юридические лица? Юридические лица обязаны при наличии у них работающих военнообязанных или призывников вести воинский учет, который ведется у них по карточкам учета формы Т-2. Они обязаны предоставлять нам, управление по делам обороны, сведения, о их наличии, этих работающих. И ежегодно, к 1 февраля, они нам представляют списки, и ежемесячно, к 25 числу, представляют информацию о всех изменениях, которые происходят у этих работников. То есть он, возможно, женился, получил образование, перешел на другую должность. Они об этом должны в 7-дневный срок оповещать нас. В случае, если юридическое лицо нарушает это правило, что-то грозит? Да, на руководителя накладывается административный штраф в размере до 15 месячных расчетных показателей. Это за непредоставление сведений, за прием на работу лиц, не состоящих на воинском учете. Такое наказание идет. В нашем регионе такие факты имеют место быть? В городе Петроваловске, в частности. В настоящее время нами проводится большая работа по выявлению тех организаций, которые еще не ведут воинский учет. Поэтому я хочу, пользуясь моментом, обратиться к руководителям. Пожалуйста, если у вас работают военнообязанные или призывники, подходите в Управление по делам обороны по адресу Египет Казахстана 1, и мы там вам все объясним. Как правильно вести воинский учет, какая ведется документация по этому вопросу, чтобы вы, будучи не были подвергнуты административному штрафу. Вообще, в течение какого времени призывнику необходимо встать на воинский учет? Значит, призывник и военнообязанный при прибытии к новому месту жительства на срок свыше или временному пребыванию на срок свыше трех месяцев обязан в течение семи дней встать на воинский учет. Опять же, если он не становится на воинский учет, он нарушает правила ведения воинского учета и ему грозит наказание в размере пяти расчетных показателей. Где и как правильно это сделать? И какие для постановки на воинский учет необходимы документы? Чему необходим, если это призывник, это свидетельство о приписке. Если это военнообязанный, значит, это военный билет. Он прибывает, может сделать это через Центр обслуживания населения и также может прийти в Управление по делам обороны и обратиться к сотрудникам для постановки на воинский учет. Есть какие-либо категории граждан, которым нет необходимости вставать на воинский учет? Не подлежат воинскому учету это женщины, не имеющие военно-учетные специальности. Это граждане, освобожденные от исполнения воинской обязанности. Это лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы. И это граждане, постоянно проживающие за пределами Республики Казахстан. Остальные все подлежат воинскому учету. Скажите, пожалуйста, какие действия относятся к нарушениям правил воинского учета? К правилам нарушения воинского учета это относится не постановка на воинский учет, это не сообщение в течение семи дней об изменениях своего семейного положения, адреса места жительства, образования. Также на юридические лица распространяются такие нарушения, как непредоставление сведений о своих работающих сотрудниках. Обычно самые распространенные нарушения это не явка по вызову военкомат. Многие считают, что призывнику обязаны принести повестку. В законе сказано по вызову и в скобках по вызову повесткой. То есть не обязательно должна быть повестка. Человеку могут позвонить, но опять же должны представиться, если человек сомневается, что это с управления по делам обороны попросить телефон, по которому он может перезвонить, то есть уточнить опять. И также одно из нарушений это утеря учетно-воинского документа. Это тоже административно наказуемое деяние. Многие теряют военные билеты, вовремя не обращаются в управление по делам обороны. Эти потом документы используются преступными элементами, могут быть использованы. Поэтому лучше при утере документа сразу обратиться в управление по делам обороны. Вам объяснят, какие документы нужны будут, что нужно будет сделать. После этого вы собираете необходимый пакет документов. Естественно, начальник управления рассматривает административное дело и решает, какое наказание в административном порядке он будет подвергнуть, этот человек. Когда человек встает на воинский учет, молодой человек или мужчина, ему дается какой-то документ о том, что он поставлен на воинский учет. Как он может доказать в случае, если, допустим, придет, а ему скажут, нет, вы не стоите? Хотя он вставал. Значит, при постановке на воинский учет сотрудниками управления по делам обороны в учет на воинском документе, то есть или в военном билете, или в свидетельстве о приписке ставится штамп установленного образца о приеме его на учет или снятии с учета. Скажите, пожалуйста, если призывник или военнообязанный уклоняется от медицинского обследования или сборов, государство вправе применить к нему какое-либо наказание? Так точно. На призывников в случае уклонения от медицинского обследования, освидетельствования накладывается административный штраф в размере трех расчетных показателей, на военнообязанных в размере пяти расчетных показателей. Также, если призывник уклоняется от медицинского освидетельствования, это может быть расценено как симуляция болезни. То есть это уже уголовная статья, и там наказание до тысячи расчетных показателей. Это очень большая сумма, поэтому, я думаю, навряд ли кто-то захочет проводить такие действия, как уклонение от медицинского обследования. Какие требования сегодня предъявляются к военнообязанным, которые находятся в запасе? Значит, к военнообязанным, которые находятся в запасе, требования практически такие же, как и к призывникам. Это сообщать в семидневный срок об изменениях адреса местожительства, изменения телефона, семейного положения и образования, обязательно в семидневный срок в местные органы военного управления, то есть в Управлении по делам обороны города Петропавловска. Давайте сейчас немножко поговорим о службе по контракту. Что это за служба? В настоящее время Управлением по делам обороны проводится набор на воинскую службу по контракту. Это те граждане Республики Казахстан, те, которые будут служить в вооруженных силах Республики Казахстан, заключив контракт для прохождения воинской службы. Первый контракт заключается на три года. Те регионы, которые военнообязанные выбирают сами, значит, они служат полностью на государственном обеспечении, то есть им выдается форма одежды, они обеспечиваются жильем. Если в тех регионах, где не хватает жилья, им обеспечивается компенсация за наем жилья, то есть они снимают квартиру, и государство, воинская часть государства, им это компенсирует в денежном варианте. Также они получают заработную плату, получают льготы, установленные законодательством для военнослужащих. Поэтому в настоящее время это, по крайней мере, престижная работа. Почему? Потому что, во-первых, это работа настоящих мужчин, защита отечества. Во-вторых, в экономическом плане это стабильность. Стабильность получения заработной платы, возможности обеспечения своих, себя, семей, семьи, родственников. У нас в Северном Казахстане такая служба по контракту пользуется популярностью? В настоящее время мы проводим работу по набору на воинскую службу. Но так как у нас в настоящее время в Северном регионе, будем так говорить, нет воинских частей Министерства обороны, мы этих ребят направляем в те воинские части, к которым имеется потребность военнослужащих по контракту. Теперь хотелось бы немножко узнать об альтернативной службе. В настоящее время возможно прохождение воинской службы на возмездной основе. То есть граждане Республики Казахстан, призывники от 22 до 27 лет, имеющие отсрочку по семейным обстоятельствам, или имеющие какие-то ограничения по состоянию здоровья, могут пройти подготовку в военно-технической школе Министерства обороны Республики Казахстан, который находится в Петропавловске, на возмездной основе. То есть они оплачивают обучение свое, это 263 тысячи тенге, проходят полтора месяца подготовку, и после этого принимают присягу и становятся военно-обязанными. То есть они переходят из разряда призывников в разряд военно-обязанных. И в дальнейшем, что дает преимущество альтернативной службе, они также могут поступать на контрактную службу. Ну такая разница большая, год и полтора месяца. Вот навыки военного дела, они успевают там постигать? Да, они успевают постигать, получают первоначальные навыки военного искусства, будем так говорить. Они учатся дисциплине, это первое. Затем строевой подготовки, огневой подготовки. То есть они проходят полностью, практически весь курс, который проходят и солдаты срочной службы. К сожалению, наше эфирное время подходит к концу. В завершение нашей программы хотелось бы, чтобы вы нашим телезрителям немножко рассказали, какова на сегодняшний день материальная база наших военных училищ казахстанских. Материальная база военных учебных заведений в Республике Казахстан сейчас находится на очень высоком уровне, потому что, сами понимаете, что армия в настоящее время обеспечена новейшим вооружением, новейшей техникой и подготовка офицеров, которые будут командовать солдатами, она должна находиться на 3-4 головы, он должен на 3-4 головы ступени знать больше, чем солдат. Поэтому руководство Республик, правительство, Султан Абишевич Назарбаев, как главнокомандующий, он придает этому вопросу очень пристальное внимание. Во всех учебных заведениях имеются спортивные комплексы, новейшие, оборудованы новейшими тренажерами, которые позволяют в классах уже готовить специалистов, не привлекая технику. То есть идет уменьшение затрат денежных, но качество подготовки остается прежним. Поэтому всем ребятам, кто еще молодой, учатся в школе, подумайте о поступлении высшей военной учебной заведения Республики Казахстан, о продолжении своей жизни служению Отечеству. Ну что ж, Константин Геннадьевич, спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на все наши вопросы. До свидания. До свидания. Сегодня в нашей студии был заместитель начальника управления по делам обороны города Петропавловска Константин Геннадьевич Рожнов. Это была программа «Диалог». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин